Магия войны относится к тем играм, мнение о которой у каждого сложится свое. В обзорах оценки этой игры вальировались от 6 до 9 баллов, причем самое удивительное, что западные геймеры оценили ее выше, чем наши. Итак, поехали. В разных мирах жили эльфы, гномы, люди, орки, в каждом мире, соответственно, по одной расе. И вот однажды случился катаклизм, и миры перемешались в один, и, соответственно, все расы встретились. Как там происходило знакомство, неизвестно, однако после того хаоса остался кристалл, и люди, отстроив империю, поставили кристалл в центре столицы, как напоминание. Ну и плюс от кристалла веяла сила, и так что магия людей была наиболее сильна. Остальные расы разбрелись по континенту обустраивать свой быт. Прошло пару тысяч лет, все обустроились в новом мире, забыли о хаосе, тем более, что сменилось несколько поколений. Однако эльфы помнили и мечтали вернуться домой. И тут появился колдун, сказав, что все возможно, нужно только уничтожить кристалл, и все и возвратиться на круги своя. Люди, естественно, были против разрушения, и эльфы пошли на них войной. Однако были отброшены к своим лесам, но империя людей также понесла потери и ослабла. А колдун, подстрекавший эльфов, собрал свою армию и ударил по королевству людей. Герой игры – юноша-маг, который готовится к выпускному экзамену в Академии, и уже готов вступить на путь большого волшебства. Стоит сказать, что верховные маги тут не бродят по окрестностям на своих двоих, а могут покинуть свое тело, дабы парить над полем боя в Астрале. Правда, при этом не должны отлетать далеко от своих войск или дружественных городов, так как в этом случае начинают терять силу. Перед началом игры мы выбираем, магом какой стихии будет являться герой. Правда, от выбора будут зависеть начальные заклинания, а наш протеже по ходу игры сможет обучиться и другой стихии, и даже стать ней мастером. И вот после выбора персонажа мы попадаем в саму игру. Первое впечатление вполне приятное, мягкая графика, яркий фэнтезийный мир и вполне удобное управление. Плюс уже с самого начала начинаешь понимать, что в плане геймплея игра может преподнести много чего интересного. До этого следовало ожидать, ведь наши разработчики любят ввести в практически любую игру кучу возможностей. Правда, не всегда это удачно выходит. Игра разделена на главы, где, соответственно, на эпизоды. Каждый эпизод это большая локация, где наш маг и проводит свое время, выполняя квесты и изучая новые заклинания. А также накапливает армию, которая переходит в другую часть вместе с нами. Локации вмещают в себя парочку городов, пещеры и логово с монстрами. А также лесопилки, каменоломни, мельницы в основном в начале также под властью врага. Сам герой хоть и обладает мощными заклинаниями, но один против врагов воевать не сможет, поэтому и управляется высоты птичьего полета своей небольшой армией. Во время игры под наше командование могут попасть все расы, обитающие в этом мире, даже демоны. По сути, всех можно поделить на 5 типов. Пехоту, лучников, магов, кавалерию, тяжелую артиллерию. Каждый из отрядов имеет инвентарь на 10 мест и может носить 4 предмета экипировки, усиливающие ее показатели. Артефакты для войск мы добываем с пещер монстров или покупаем в городах. Также каждый из отрядов растет в уровнях, а достигнут звания элиты может переродиться в более мощный, который также должен набирать уровни. Так пехотинцы становятся рыцарями, а начинающие магии со временем перерождаются в магов, а затем в архимагов, если не погибнут раньше. Герой также не отстает от воинов, хоть в основном и участвует в бою пассивно. Когда ваши войска убивают врагов, то герой также получает опыт, за который он и приобретает способности, коих тут целая уйма. Во-первых, это 3 школы магии, и чем дальше подревут, тем дороже стоит каждое следующее заклинание. Во-вторых, 4 характеристики. Магическая сила, от которой зависит регенерация маны и то, когда открываются новые заклинания. Мана, ну это понятно, сколько маны у героя. Боевая подготовка, чем выше этот параметр, тем более сильна ваша армия. Каждая очка характеристики поднимает параметр отряда на 3%. И лидерство, то есть сколько в вашем подчинении может находиться солдат. Также герой может приобретать перки, позволяющие ему быстрее летать или отлетать дальше от отряда, не теряя маны. Сам герой неуязвим. Максимум, что может сделать враг, это выжечь у нас ману, тем самым не дав помочь своим войскам. Так что нужно не забывать уворачиваться от летящих на сгустков. В городах наш герой может взять или сдать квест, купить артефакт или продать ресурсы, которые принесли ваши воины. Ресурсы бывают трех типов. Дерево, камень и еда. Вам они не нужны, зато очень пригодятся городу. Дело в том, что поселки имеют несколько уровней развития, и для их повышения как раз таки и нужны ресурсы. Чем выше уровень города, тем сильнее войска мы сможем в нем приобрести, и тем более многочисленная охрана этого города. А начиная со второго уровня развития, город начинает патрулировать окрестности, самостоятельно воюя с монстрами. Правда, поначалу город придется обеспечивать вам, так как крестьяне просто не будут доходить на мельниц или каменной ломен. Сма увлекательная игра, которая позволяет почувствовать себя в роли великого мага, который одним движением низвергает небеса или поднимает горы. Куча возможностей прокачки и довольно увлекательный сюжет вполне могут затянуть вас. Правда, игра имеет некоторые недостатки, в основном из-за багов, вроде таких, что воины застревают в буксостах, или лучники дают прямой залп в камень, за которым находится враг. Как уже упоминалось, каждый должен оценить ее сам, лично я ее оцениваю в 8,5 баллов. На этом все, всем удачи и подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok